Сейчас 5,5 миллиарда человек имеют доступ в интернет. В 95-м всего было несколько миллионов. Я был среди них. Если вы были в 90-е годы в интернете, вы помните, что интернет был тогда совершенно другой. Но сейчас более 2-3 всего человечества сейчас имеет доступ в интернет. И благодаря соцсетям мы можем все время следить друг за другом. Новости моментально распространяются. А люди обычно любят какие новости? Негативные новости. Причем времени у нас на проверку обычно нет. И даже когда потом выясняется, что это была неправда, но, как говорится, осадочек остался, да? Осадочек остался. И благодаря интернету сегодня есть некие изгнания, которые происходят, как уже в Древней Греции. по горизонтали. Люди подвергаются хейту. Из-за этого бывают увольняются работы, делают так, что человек не может устроиться на работу. Люди берут на себя функцию судьи. И возникла даже так называемая культура отмены, которая называется кэнселинг. Я думаю, многие, особенно те, кто смотрит фильмы, знаете, как многих актеров знаменитого пирата Джонни Деппа или красота по-американски Кевин Спейси, подвергли культуре отмена, когда они лишились ролей, лишились съемок фильмов. Потом, правда, на суде их оправдали, но у них сегодня уже карьера далеко не такая, какая была раньше. Один из самых таких громких случаев произошел с писательницей, автором книг о Гарри Поттере, Джоанн Роулинг. И Роулинг заявила что-то про трансгендеров, сказала не так, как кому-то это хотелось. Она сказала, что есть мужчины, есть женщины, да, вот, вот, как-то так вот. И тут же она подверглась такому хейту, такой ненависти. И сегодня даже, когда происходят какие-то встречи, связанные со съемками Гарри Поттера, там всякие, там, что-то там 20 лет восстановления, там что-то продолжения, Джоанн Роулинг уже не зовут. И я смотрел интервью актеров, которые снимались в фильмах, которые благодаря Джоанн Роулинг стали богатыми и знаменитыми. Они тоже ее критикуют. Они тоже недовольны. Как бы отменить. Нет этого человека. Вроде бы судить не за что. Но чтобы у этого человека было все плохо, чтобы ему ничего не удавалось. И благодаря интернету сегодня можно человека изгнать чуть ли не по всему, не от всего мира. Не только из какого-то города, полиса, мегаполиса, или из какой-то страны. Из всего мира можно изгнать человека. Есть разные объяснения, почему так происходит. Я читал исследования, что считается, что в обществе накапливается напряжение, чтобы люди не начинали биться друг с другом. Лучше выбрать там какого-то так называемого козла отпущения, чтобы люди свой гнев, свой негатив, вместо того, чтобы друг на друга вымещать, выместили на кого-то одного. Так проще. И вот делают всевозможных изгоев. Изгоев в школах, изгоев в классах. Я думаю, каждый с этим сталкивался. Даже я однажды столкнулся, когда был школьником, и меня послали в пионерский лагерь, и в пионерском лагере сделали знаменосцем. Я был знаменосец, и знаменосцы, они должны были... Там была какая-то комурка с флагами. Я тут прибегал, брал флаг, бежал там на разные мероприятия, потом должен был относить. Я вот как-то отнес флаг, вот потом на ночь это все закрывали. А на утро оказалось, что флаг пропал. Мой папа говорит, приехал я в пионерский лагерь навестить тебя. Ты там сидишь один, а тебе все объявили бойкот. Он потерял флаг отряда. Хотя кто, куда девался этот флаг, я не знаю. Куда-то пропал. Но, как говорится, крайний знаменосец. Меня сделали крайним. Но, слава Богу, мой папа был мудрым. И он меня тут же забрал и увез домой. Я в том лагере, слава тебе Господи, больше никогда не был. Но вот это происходит. Это происходит в школе. Что уж там говорить про тюрьмы, где тоже есть там свои изгои, чтобы вот этот гнев мужского коллектива, вместо того, чтобы они там друг другу горло не резали, на кого-то отдельного выместить. И что интересно, это часто покрывается начальством, потому что, когда кого-то делает изгоем, то и гнев, вместо того, чтобы друг на друга вымещать, на одного вымещается, как бы пар выпускается, и коллектив сплачивается, как говорят, против кого будем дружить. Вот, находит кого-то и вымещает весь свой гнев на этом человеке. И учителя на это смотрят сквозь пальцем, потому что так порой легче руководить коллективом. Так проще. Ну, кем-то там приходится пожертвовать там. Ну, что же делать, да? И поэтому есть и в армии, и в тюрьмах, и в обычных коллективах такое. И если, дорогие, мы с вами посмотрим опять в Слово Божье, да? А что же церковь? Вот хорошо, в мире так. Что же в церковь? Давайте откроем послание к Галатам, первая глава, восьмой стих. И вот апостол Павел, обращаясь к верующим, пишет, «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто будет, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Анафема – это греческое слово, у него есть разные значения, но одно из значений – отлучение, проклятие. И вот слово анафема шесть раз употребляется в Новом Завете. И когда мы читаем, что вот апостол Павел говорит, кто благовествует вам не то, что мы благовествовали вам, то есть он имеет в виду Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, то в дальнейшем, когда церковь развивалась, возникали разные учения, часто противоречивые учения, не состыковывающиеся друг с другом, возникали разные группки, да, и мы видим, что в истории церкви постепенно люди стали отлучать друг друга, разные служители стали отлучать друг друга, и уже не за какие-то там какие-то ужасные грехи, о которых там апостол Павел писал, а просто там за какие-то иные прочтения, иные взгляды, ну, потому что ей же только два мнения есть, мое мнение и неправильное мнение, вот, поэтому, если у кого-то отличное мнение от моего, ну что, анафема, ересь и заблуждение. Я, дорогие, вам хочу сказать, что, ну, с одной стороны, конечно же, одна из функций пастора, это защищать церковь. Мне иногда бывает больно видеть, как люди по недомыслию часто верующие попадают в какие-то странные ситуации, когда кто-то у нас, помните, за 30 лет чего только не было, там мы какие-то пытались внедрять финансовые пирамиды, там подписывать всех кого-то, и мы всегда со сцены объявляли и говорили, что, дорогие, ну, пожалуйста, не вступайте в эти финансовые пирамиды. Мы запретили на домашних группах там обсуждать вот эти финансовые дела, финансовые пирамиды, заниматься вот этой всевозможной деятельностью. Периодически появляются какие-то такие целители, там, которые, о, я тут всех могу исцелить, там, кто у них служители, что-то мало исцеляют, а вот я такой целитель. И, знаете, обычно, когда настоящее исцеление, тут очень все явно, очевидно, но вот тут, там, кто-то исцелился, не проверишь, там, кто-то исцелился, не проверишь, и вот они ходят там по домашним группам, все. А верующие, особенно тех, которые имеют проблемы физические, так легко на это клюют, вот. А эти люди вкрадываются в сердца, там, у них чаще всего какие-то материальные свои выгоды, конечно, они их не показывают, но там все двойное одно есть. И, безусловно, мы говорили, говорим, и будем говорить, мы будем об этом предупреждать. Почему? Потому что я люблю вас, потому что вы очень дороги мне, потому что я не хочу, чтобы вы стали жертвами мошенников, чтобы вы стали жертвами каких-то манипуляторов. И это одно из моих призваний, как к пастора церкви. Но при всем том, я так благодарен Богу, что за 30 лет своего служения я никого не предавал анафеме, никого не отлучал от церкви, а некоторые даже отлучают до пришествия Господа. О, как они! Какая духовная власть у некоторых есть. Поэтому, конечно же, мы должны быть мудрыми. Мы понимаем, что да, мы тут как порой овцы среди волков. И пастух должен оберегать Божье стадо от волков. И мы будем стараться это делать. Но при всем при том, дорогие, должна, конечно же, у нас быть одновременно и мудрость. Потому что, когда я смотрю на историю церкви, как ревностно люди отлучали друг друга, как они предавали друг друга анафеме, тех, кто не согласен с ними. Начиная с самой ранней истории церкви, да, за какие-то иные понимания, иные взгляды, иконоборцы предавали анафеме иконопочитателей. Иконопочитатели предавали анафеме иконоборцев. На Антиохийском соборе 87 прилатов церкви, высшее священство, предали анафеме Афанасия Великого. Сейчас человек уже святой, да? Предали, да? Афанасий в долгу не остался и предал анафеме 87 прилатов церкви. Что делать еще, да? Потом Афанасий был два раза отлучен папой римским Либерием. И папа римский Либерий и Афанасий теперь причислены к лику святых. Но была такая хорошая традиция, когда папы предавали анафеме константинопольских патриархов, а константинопольские патриархи предавали анафеме римских пап. Интересно, что Иоанн Дамаскин, который тоже сегодня причислен к лику святых, был четырежды подвергнут анафеме. Четыре раза его отлучали от церкви. Не знаю, до какого пришествия, но отлучали. Сегодня ему молится он святой. В средние века, что говорит, там так отлучали, там так отлучали, чтобы далеко не убегал, прям на костер могли отлучить. Прям на костер. В католической церкви, если мы вспомним, кого предавали анафеме, Яна Гуса. Вот вы знаете, когда мы с Максимом были в 2000-е годы в Чехии, потом в Германии, мы снимали цикл передачи Яне Гусе. Я вам скажу, я изучив его жизнь, скажу, это один из самых чистых служителей в истории церкви, которых я когда-либо исследовал. Исследовал. Удивительнее чем? Ну, предали. Жанну Дарк, ну, тут как без него. Саванаролу предали анафеме. Я уже не говорю про Мартина Лютера, да, ужасного человека. Джордана Бруно предали анафеме. Многих-многих людей, я там читал, даже Фидель Кастро был предан анафеме православной церкви. Папа Пий IX отлучил, предал анафеме пантеизм, натурализм, рационализм, социализм, коммунизм, библейские общества, ну, чтобы протестантам тоже тут жизнь медом не казалась, принципы свободы совести и отделения церкви от государства. Он тоже предал анафеме, отлучил. Я думаю, вот видя исторический абсурд этого отлучения, в 1983 году католическая церковь перестала использовать термин анафема. Теперь этот термин не используется, как бы за 2000 лет что-то стало доходить. Если мы посмотрим теперь ближе к нам на нашу православную церковь, в православной церкви предавали, ну, конечно же, понятно, стрегольников и жидовствующих, еретики поганые, раскольников, старобрядцев, как без этого. Помимо этого предавали анафеме Григория Отрепьева, Степана Разина, Мазепу, Емельяна Пугачева. Два раза предала православная церковь анафеме Наполеона Бонапарта. Ну, чтоб наверняка, наверное, да? Я думаю, одно из самых знаменитых отлучения церкви это Лев Николаевич Толстой, наш гениальный писатель. То есть очень много. Это я кое-кого выбрал тоже, потому что там, например, зарабежная православная церковь, она даже Ленина предала анафеме. Всех предать, да? Причем, вот интересно, что московский князь Дмитрий Донской был предан анафеме за антицерковную деятельность. А в 1988 году с него даже никто не снимал анафемы, его сразу причислили к лику святых. То есть бывает, путь от анафеме до ликой святых, он тоже происходит, тоже происходит. и нередко тех мы видим, кого отлучали, изгоняли, потом начинали прославлять, уважать, чтить. Чаще, конечно, всего уже после смерти. Как говорил Иисус, да, кого из пророков не ввели отцы ваши, не изгоняли, а потом пророк, 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 пророк. Но, как говорится, лучший пророк это мертвый пророк. Ничего не наговорит лишнего. Такого можно и слушать, а с живыми все сложнее. И, дорогие, как тут не вспомнить знаменитые слова нашего Господа Иисуса Христа из пятой главы Евангелия от Матфея, десятый стих, это Нагорная проповедь. И вот среди заповедей блаженства Иисус говорит, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. История, и, конечно же, история Церкви показывает, что часто тех, кого изгоняли, предавали анафеме и отлучали от Церкви, в конце вынуждены признать, что это были люди, изгнанные за правду. это было. Продолжение следует...